Каждый год в конце мая, начале июня, на дороге начинают массово выходить дикие животные. Что их сюда манит? У копытных, лося, косуля начинается сезонная миграция, вызванная поиском укромных мест для выращивания потомства, укрытия от насекомых. И появляется большая проблема – ДТП с дикими животными. В этом году проблема – это усугубилось засухой. Как наступают сумерки, дикие животные начинают перемещаться в поисках водопоя. Если на пути животных оказывается дорога, то это приводит к авариям. Чаще всего жертвами этих аварий становятся мелкие животные – ежи, лисы, зайцы. Машина от таких столкновений, если и страдает, то незначительно. Другое дело, когда на дорогах оказываются косули, кабаны и лоси. Мало того, что погибают сами животные, такие ДТП приводят к тому, что страдают автомобили, а порой и люди. В сумерках, а тем более в темноте животных практически не видно, пока они не окажутся под колесами автомобиля. И когда избежать столкновения практически невозможно. В этом видео небольшая подборка аварий на участке дороги в длиной 40 км за май и июнь 2021 года. Видео не для слабонервных и впечатлительных. Субтитры создавал DimaTorzok Вон у него спина сломана. 136 км автодороги Челябинск-Екатеринбург. Направление в сторону Челябинска. Сбит лось самец. Примерно в возрасте 2 года. 157 км Челябинского тракта. Сбит лось. Самка. Взрослая. Взрослая. Сбит лось. Ед . Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...